Ну, здравствуйте, друзья. Действительно, мы готовы к очередному дню. Отличные сегодня матчи нас ожидают. Начнем с двух Best of One, ну и непосредственно игра, которая нас ожидает. Костя, чего ожидаешь от Overpass'а? И все-таки Ашеры, либо Северный Ветер? Ну, судя по статистике, наверное, если руководствоваться здравым смыслом, то, конечно же, у HellRaisers на Overpass'е шансов намного больше. Здравствуйте, друзья. Действительно, это GGB Chicago Invitational и прямо сейчас HellRaisers, которые, собственно говоря, за три месяца лишь один Overpass проиграли в последнем матче на ЭПЛе. Команде Liquid и то с счетом 16-14, все остальные, они выигрывали, их было семь. То есть семь выигранных Overpass'ов подряд. Плюс ко всему начинать они сейчас будут в защите. Хотя, как показала практика вчерашнего игрового дня, матч Optic против героек, защита рулит здесь далеко не всегда. Ну что же, норвежцам удачи, а также Тенских, легионеров из Дании, ну и HellRaisers, международный состав. Все вы прекрасно знаете этих парней. Ищут, ищут свою новую лучшую игру, парни. Ну и сейчас, в принципе, уже, наверное, где-то, возможно, не угадались. Атака это Нордовинт. Ребята просто через длину в пятером пролетают. Сейчас небольшой сплит. 3 плюс 2 идет атака на точку. Сейчас Нук будет принимать. Спину уже поджимает Оскар. Но самое главное, что сделает Нук на точке. Нужен минус хотя бы. Ой-ой-ой. Да, так и не удалось ему раскрутиться на фраг. Не очень удачно спрятался. За машиной его обнаружили. HellZerk при этом очень качественно законтролил спину. И это уже не очень хорошие шансы на ретейк для команды HellRaisers. Ну а Нордовинт показали нам пистолетку 5 длина. Это клево. Ну не знаю, веришь ли ты в ретейк 3 в 5, наверное. Ну и ситуация здесь, я не знаю, 95% против 5, наверное. А может быть даже и меньше шансов у HellRaisers. Ну посмотрим. Три игрока. Нужна четкая стрельба. Правда нет смока, есть только флешка. Но после минуса от Рубина здесь, наверное, уже все закончено. Пистолетка последнего нужно добивать. Вообще изи, без потерь берут эту пистолеточку Нордовинт. Ну и парни начинают оверпасс. Очень классно. Посмотрим, чем ответят HellRaisers. Будет ли это Форс, либо они традиционно сыграют полноэкономический. И все-таки Форс. Да, будет Форс. Вчера, опять же, матч против, ну, команда Оптик против Героек показала эффективность Форс-раундов в рамках карты до оверпасс. Ну и опять же, команда уверена в себе. Это HellRaisers, это, наверное, традиционно очень мощные стрелки. Ну и как ты отметил в поиске своей игры. Другое дело, что у Нордовинт очень качественный бай. У них уже 2 СГ, 2 АК-47. То есть никакие фармганы, кроме UMP, у Кромана не используются. Это, конечно, усугубляет положение команды HellRaisers. Какой же у них план? Один на коннекторе, второй его прикрывает, это Нуки. Ну и стак 3B. Тут, наверное, больше нужно смотреть сейчас за Нордовинт. Все-таки их план выждать агрессию, собрать инфу. Контроль монстра, контроль коннектора, контроль, опять же, и длины и фонтана. Ждут поджимов от защиты. Но пока просто парни тратят свое время. Посмотрим, что будет дальше. Ну, скорее всего, да, это перетяжка на точку B. И именно там сейчас находится большая часть игроков обороны. У них есть информация. И вот так вот, без люркера, без игрока в спине. Но не всегда можно успешно раунд разыграть, если сейчас Ашеров сделает все правильно. Хотя, посмотрите, как-то боятся за длину. Ребята возвращаются на Апленд. Чекают лонг, чекают банан. Нужно быстро вернуться на точку B, успеть еще это делать. Номер 4. Не знаю, залетит ли Англ в девятку, не перекроет его смоком. Пошли гранаты в исполнении Нордовинт. И атака на Апленд против трех игроков. Хотя четвертый придет шарта быстро, через коннектор. Так, ну пока дым, в котором прячется игрок. Команда Hellraisers, вот он и Ловл. Главное не пропустить соперника себе в спину. Ой, Хеллзерк очень качественно законтролировал прожим в спину. Ловл дал свой фраг, но синхронно залетают три от команды Нордовинт. Оборона Б-Плэнта прорвана. Шорт продолжают контролировать. В данном случае это Крома. Ну, наверное, фраг в его исполнении должен быть. Или, как минимум, он не пропустит своего соперника через эту позицию. Ну, наверное, по такому потенциалу можно задуматься и над сейвом Дигла и Армора к следующему раунду. Ясно, что здесь в команде Hellraisers оставшимся игрокам уже ничего не светит. Ну, пока действительно в стартовых раундах у Ашеров не пошла пистолетка, ничего страшного. Не пошел форс, еще один экономический. А вот дальше нужно, конечно, взяться как-то сразу за серию оружейных раундов. Потому что мы понимаем, если ребята будут постоянно без авика, постоянно испытывать экономические проблемы, то атака грамотная и мудрая может действительно уничтожить в первой половине. Поэтому ждем интересных, агрессивных, классных действий от Hellraisers уже с третьего раунда, с четвертого точнее. Да, ну знаешь, вообще хотелось бы пока экономически поговорить о команде Нордовинт. Довольно сильный коллектив, которому, однако, по последнему времени не везет. Вот, 1 июня они поменяли игрока. Раньше был Redifaction, теперь взяли Хара, для которого на ХЛТВ это вообще первая команда в его карьере. Но при этом в команде присутствуют такие мастодонты, наверное, Counter-Strike сцены, как Рубина, Тенский, Кромен. Каждый из них заявлял о себе. Рубина играл с MSL в Норс, Тенский до этого, не помню, играл в Норс, но в Dignitas также с MSL тоже играл Кромен. Это вообще очень интересный и любимый, наверное, персонаж многих игроков. После того, как он сыграл с Тендином в команде FaceClan. Да, многие это помнят, как он тогда зажигал. И, не знаю, может быть, ты выскажешь какое-то мнение. Почему же результаты Нордовинт, как целостного коллектива, далеко не так хороши, как результаты отдельных игроков ранее? Ну, они собирают целостный коллектив. Видно, что еще мозаика несложная. Нужно еще все-таки подобрать тот ключик того пятого игрока. Может быть, это Гаррис, кто его знает. Гарри, опять же, пока показывает неплохую игру. Но любой команде нужно время, нужна сыгранность. И, в принципе, ребята все лучше и лучше играют. Но, возможно, прогресс не столь быстро происходит в команде, как хотелось бы их фанатам, норвежцам и вообще ребятам, которые играют в этой команде. Да, все-таки результаты у них были неплохие, но, наверное, один из главных турниров для себя — это закрытые квалификации. Европейскому минору парни провалили, они проиграли Crazy 0-2, но и отлетели после этого в нижней сетке от команды Трики. Так что заняли там 13-е, 16-е, по-моему, место, ну, то есть вот последние буквально. Но продолжают играть дальше. Вообще-то ребята довольно интересные. В частности, можно вспомнить, наверное, их дебютный матч на Vertigo. Они вообще стали первой командой, которая натренировала эту карту и пикнула ее. Навсегда они, наверное, останутся в истории, как раз команда, которая против Ego взяла Vertigo. Походу, что-то с сервером происходит, друзья, либо у кого-то с интернетом. Мы уже с пистолетки видели, как там подлагивало в конце, в пару эпизодах, и действительно возможно сейчас решать этот вопрос. Ребята, мы точно не знаем, что происходит. Вот как только нам сообщат, мы, конечно же, все это дело озвучим. Ну и знаешь, вот в Норвегии вообще вот я уже жду, что вот должны появляться вот эти ребята 16-17 лет, которые уже насмотрелись там на Рейна, на других норвежцев, на того же там Рубина до этого. В общем-то, Кромана уже видели в фейзах. И вот где-то Нордовинт не хватает такого молодого тоже своего Симпла, своего Зиву, своего… Да, вот сейчас очень много появилось, опять же, хороших, классных Стрелков. Вот где-то им просто не хватает того парня, который будет вот этим фактором X, который может взять клатч, который может перевернуть игру. Ну вот знаешь, а мне скорее кажется, что может быть не хватает наоборот какого-то опытного капитана, там вроде MSL, а того же… Ну потому что я что имею в виду? Если объективно судить о лайнапе команды Нордовит у Стрелки, то там есть. То есть мы помним, что выдавал Рубина. Мы понимаем, особенно на таком уровне, что может выдавать Тенский. Да, действительно, некоторые проблемы с сервером есть. То есть Стрелков-то хватает, но как-то, не знаю, не получается у них, может, непосредственно в плане координации. Ну не знаю, я вот если вспоминать о норвежцах, вот Рейн, да, вот это Стрелок. Это Стрелок. Хороший, мощный, такой, сочный. Вот его уровня, по-моему, в стране не так много ребят. И опять же, ждем молодежь. Ну, плюс ко всему, им же не обязательно привязывать себя к норвежской сцене. Я имею в виду, что у них уже есть датчанин в команде. Это Тенский, несмотря на молодость, это действительно опытный игрок, при этом такой мировой сцены, которая заявляла себе в 2014-2015 году. Я согласен, если поставить сюда, не знаю, вот MSL, то игра будет сразу намного лучше. Вот сразу. Действительно, вот тут вот, ну не знаю, может что-то пробуют. Может пытаются найти вот свою игру. Вот G2 играют в своем стиле. Вот есть несколько команд, у которых вот есть специфические фишечки. И они не копируют. Ну, точнее, копируют, но подрабатывают, делают под свой стиль вот все эти раунды. Особенно, не знаю, видел ты этот видос или нет. По-моему, на полуфинале Шокс давал расклады своей команде. И как он это вдохновенно делал. Вот в Твиттере есть он на французском. Да, я понял. Я понял, это старый видос, не с этого чемпионата. Это до этого еще он давал расклады. Да, да. Ну, по-моему, да. По-моему, этому видео года два. Но вот зашло в тему. Ага. Ну, если так. Там на видео еще Шокс такой молодой. То он вроде и сейчас молодой. По-моему, не стареет. Как и ты, Тав, ты тоже не стареешь. Ну, и, конечно, команда HellRaisers, о которой тоже можно поговорить. Состав, которому уже, ну, несколько месяцев. Вот. Как тебе этот лайнап HellRaisers? Что ты от них ждешь? Слушай, ну, есть ламыч у нас, я думаю, появится в студии. Но сегодня вроде нет. Ну, если не сегодня, то завтра. Был вчера. Я думаю, конечно, лучше всего ламыча узнавать, что там происходит внутри коллектива. Ну, с твоей точки зрения. Ты все-таки за HellRaisers следишь очень давно. Ну, что сказать. Я все время говорю, нужно время, нужно время. Но, видимо, это уже не отмазка. Вот, знаете, ребята сыгрываются. Ребята играются лучше и лучше. Но проблемы прежние. Это проблемы в матчах с средним равным соперником. С соперником послабее. То есть, если выйдут там против них Астралис, я не удивлюсь, если Ашеры выиграют. Но они могут проиграть матч, который не стоит проигрывать, который по раскладам вообще там не должна была команда проиграть. Вот такое по-прежнему есть. Вот просто нужна стабильность ребятам. Чуть больше тимплея. Действительно, ну, этот состав имеет все шансы побеждать. Действительно. Да, по крайней мере, вот если смотреть на бумаги, да, на то, что каждый отдельный игрок из себя представляет, действительно, ну, целую историю можно о каждом, наверное, рассказать. Ну, и опять же, в подтверждение твоих слов можно вспомнить матч против Liquid, который был, ну, невероятно прям плотный. 16-14, по-моему, на первой и на третьей карте, на второй, там 16-14 тоже, то есть Hellraiser с каким-то потом выиграли. И это Liquid, Liquid, который по итогу забрали турнир, то есть не случись этого, возможно, Hellraiser бы прошли дальше, может быть, случилось что-нибудь еще. В общем, я уверен, что даже несмотря на поражение, HR, ну, вот после матча с Liquid должны, ну, как-то поувереннее себя чувствовать. Ну, и плюс, конечно же, это старина Оскар, от которого мы все ждем той же игры, что там ранее в MoSports или еще раньше в Hellraiser, когда он чуть ли не соляново затаскивал катки, набивая по 30 фрагов. Хотя, вот, читал его интервью, говорит, что немного он сменил стилистику, сейчас он просто работает на команду, то есть там фраги, не фраги, он вообще на это никакого внимания не обращает, он просто делает все, чтобы команде было комфортно. Ну, знаешь, еще по ашерам что хотелось бы сказать. Ну, это вот чисто личное мнение, вот, опять же, давно слежу за ребятами, вот, мне казалось, всегда вот не хватает вот какой-то вот сплоченности коллектива, вот, знаешь, там, вот этого супер-тимплея, супер-настроя, там, какой-то вот дружбы, хотя, ну, мы все понимаем, там, это профессиональные команды, там, дружба-дружба, и команда-команда, это разные вещи. Но, конечно, если и это есть хорошее отношение внутри коллектива, то тогда команда играет действительно на высоком уровне, и даже если не хватает там исполнительной, можно все компенсировать тимплеем, поэтому… Да, тимплей нужно нарабатывать. Да, это командная игра, и в первую очередь здесь побеждает команда, и всегда она будет побеждать в командных играх, в общем-то. Ждем мажора, потому что я просто уже в таком предвкушении, хотя перед мажором у нас столько чемпионатов, вот уже июль будет очень горячим у нас здесь, и Бласт, и Кёльн, Чикаго, да, в конце? Нет. Еще какой-то большой, там, третий турнир сейчас вот Костя проверит. Да, сейчас даже открою, давайте-ка посмотрим, действительно будет Кёльн, будет Бласт, и будет Чикаго. Действительно, 18-го, 21-го июля, друзья, Intel Extreme Masters Чикаго будет проходить в городе Чикаго внезапно. Ну и Бласт Лос-Анджелес, друзья, вот это единственный такой турнир, а, хотя и Чикаго тоже. Ой, сколько нам не спать. Ну да ладно, немного американского времени в эфир, но ничего страшного, все-таки июлю, и опять же своими любимыми командами, я думаю, можно найти время понаблюдать. Ну что ж, друзья, продолжаем, еще раз напоминаем, это первая и единственная карта, потому что стартовый матч в группах Best of Fun между Hellraiser и Nordavind. Далее мы ждем матч Force Vindigo, все-таки, наконец-то мы увидим Vindigo хотя бы здесь в квалификации. В прошлый раз, напоминаю, на квалификации в Кёльн, ребята, они смогли принять участие. Но зато, зато, прошу прощения, что перебью, они не сумели поучаствовать, пока все равно экономический раунд из-за участия в португальском турнире Moche XL, который они по итогу забрали. Что немаловажно, а тут Hellraiser внезапно вознамерились выиграть свой экономический раунд, по всей видимости, размен равный 2 в 2, но у Ангела не было армора, его не отпускают, Кроман заканчивает этот раунд, оформляет трипл килл, но агрессивная игра, только посмотрите на крестики смертей команды Hellraiser, прожали длину, прожали мидл, коннектор контролировался еще бы немного. Вот, знаешь, случись, наверное, эта заварушка не на экономическом, а на форс-раунде, все могло бы получиться. Согласен, действительно, два армора всего лишь оставалось у ребят, и какого-то, как всегда, одного минуса не хватило в этой ситуации. Но, тем не менее, пока ребята из Nordavind играют хорошо, ну, давайте посмотрим, вот начинается уже серьезная игра, первый оружейный раунд, и смогут ли они вскрыть ашеров и здесь. Это, конечно, уже будет серьезная такая заявочка на выигранный старт карты на оверпассе, быстро занятие шарта, Молотов, Тенский уже готов чуть ли не врываться в точку, голова не видит, что же... Так, ну, вроде как среагировал, уроном разменялись, ИСа 36, у Тенский 40, примерно одинаково, но сделать килл в быструю, зайти на АБ плент, наверное, первоначальный план был именно таков, но Nordavind не вышло, так что теперь Смоу кладется на монстр, и Nordavind смещаются на изначальные позиции. Сайлина тем временем уже занята. Такое ощущение, что они готовы были врываться буквально через секунду-две на точку, но вот этот смог реально остановил, и ребята просто полетели перетягиваться, опять же, у них нет здесь игрока продавленной позиции, им нужно либо это все делать быстро, либо вот долго и проверять каждый угол, за это время ашеры там пару раз могут перетянуться, но, в общем-то, давайте посмотрим, что происходит. Ангел идет на Аплент, он уже чекает банан, мы видим это укрепление длины, и очень важно, чтобы Кирилл, конечно, не отлетел сразу на пленте. Ну, опять же, Хеллзерк с АВП и дают сейчас Nordavind поработать своему снайперу, номер 7 на карте. Ну, давайте посмотрим. Раскидка точки, но это, как мы видим, фейк, все-таки оставлен люркер под шортом, ждут поджима в спину, нет такого, конечно же, от ашеров, и ашеры, по-моему, понимают, что, ну, их немного растянули по карте, но есть молотов. Так, на позицию ловела, но он, однако, выходит, и подмолик отброшенный на шорт очень спокойно забирает крома на иса. Ну, вот у него хорошая позиция, и промахивается Хеллзерк, как неприятно, он должен был, если не прикрыть, то, по крайней мере, разменять своего тиммейта, как итог, Nordavind делает только один фраг, и то стараниями люркера, который, как мы помним, сплитовал сапплента, после чего иса спокойно разменивается, трипл килл для иса Мурада, и это первый для Hellraiser's Nordavind. Ну, у них был изначальный план, однако, насколько я понял, какого-то плана B они себе не оставили, то есть на B точку им зайти не получилось, они оттянулись, при этом у Hellraiser's Блазин занята длина, ну и вот вы посмотрите. А, это был не промах, какой-то странный не ваншот. У иса 38 хп было, и по нему вроде попал. Что-то такое... Не попал, наверное. Наверное, не попал, да. По-любому не попал. Наверное, не попал. Вообще, друзья, еще если говорить про команду Hellraiser's, вот я считаю, что парням нужна уверенность, им срочно нужна какая-то победа, и дальше все пойдет, потому что здесь Кирилл, который уже сколько составов игроков поменял, и тем не менее, вот нет той вот супер-игры, которой хотелось бы... Да, они заходили в топ-10, были там близки к супер-хорошей игре, но, тем не менее, то постоянно игроков забирали, то кто-то уходил там в Mousesports. Такая же ситуация теперь у Оскара, там его как бы попросили, знаешь, с маузов. Ну да. Вроде бы как в команду чуть похуже, и вот, возможно, тоже на него что-то давит. Ловел тут вообще закрытая тема, там вся Испания ненавидит, это мы рассказывали на прошлом чемпионате, когда он ушел из Movie Star Riders. Он говорит, мне тут пишут, мне тут угрожают. А за то, что ушел? Да, за то, что он ушел из Movie Star Riders, да, и да. И недавно же был матч на квалификации в Кёльне, там очень нервный, но все-таки Ашеры победили, да, там на допах, очень такая напряженная игра была. Иса, ну, ушел в Оксик. Иса тоже как-то вот, я не знаю. Ну, вообще парень стабилен, но самое главное, чтобы он был в хорошем настроении, тогда он будет показывать свою лучшую игру. Ну да, самое главное, что не падает духом. Ну и в принципе у Hall Riders, как мы отмечали, хороший шанс, пока Эко от Nordewind 2, Ашеры тоже должны забирать Тенске. Ну, тут вопрос скорее в том, унесет ли фраг из этого раунда, а может быть и больше. Но нет, поворачивается спиной к поджимающему, Иса должен был его забирать. Но вот тяжеловато, конечно, безумно с СГшки Спрей, так же, как там с Калаша, например. Вот вчера в кулуарах тоже Денис Костин это отмечал, например, что после нерфа Ауга вроде как и СГ нужно фиксить с одной стороны, но минус как раз в том, что безумно не позажимаешь особенно. Хотя некоторые игроки умудряются с этим справляться, вроде Элижа, например. Так, ну и по последнему игроку Ашерну, Нук, тут уже особо нечего говорить. Да, молодой парень, талантливый, перспективный, только недавно появился в команде, поэтому ему нужно тоже быстро понять, что происходит в коллективе. Ну, а мы продолжаем, друзья, оружейный раунд от Нордовинт. Счет 3-2 по-прежнему польза норвежцев. И быстрый выход под шорт очередной готовит команда. Ну, вот, видимо, основной у них пока что такой раунд под этой точкой. Решили давить Б, и, ну, пока Ашеры местами справляются уже на оружейных раундах. Если с пистолетом там были какие-то проблемы, то сейчас на девайсах пока что план Нордовинт не работает. Да, это важно, что первоначальный план норвежцев удается сломить. Оскар, очень интересный и многообещающий поджим. Вот вопрос в том, заберет он или нет, но очень спокойный для него был фраг, очень легкий. А вот и второй, теперь размен. Ну, конечно, такие расклады Оскара полностью устраивают. Унук, открытая позиция на дуге, минус, бомба падает, и Хелзерк либо минус 3 дает на Унук. Действует очень грамотно и осторожно, отбрасывает молотов, сам не подставляется. При этом тиммейты уже начинают давить периметр Б-базы. Очень действительно грамотно, что не сделал стрейф и не прочекал, а ждет просто игрока на себя, кайтит, как говорится. Его читает Хелзерк позицию оппонента, но теперь есть по нему информация. 47 секунд до конца раунда, бомба в руках, поджим со спины от Ловела, который сейчас его услышит. Да, Ловел все слышит, Ловел под углом. И это 3-3 для команды Хеллрейзерс. Отвечают серии раундов, такой мощный. И посмотрите на экономику. Сейчас ребята докупят авик, Оскар сам это сделает. Не оценим их экономическую составляющую и ситуацию по деньгам. Ну, в принципе, еще один раунд и здесь уже пойдет серьезный запас. Да, учитывая тот факт, что Нордовин с часами будут сливать, наверное, вопрос Хеллрейзер в том, чтобы не потерять больше одного игрока, например, двух, чтобы экономика сохранилась. То есть тогда сама по себе денежная составляющая будет наиграна. Оскар, обратите внимание, в последних раундах, ну, не то чтобы прям супер агрессивно работает, но уверенно, не стоит где-то как закрытый снайпер, а работает по разным частям карты. Ну, и вот синхронно с Ловелом они делают два фрага. Да, на монстре, Оскар на длине, Нук на банане. Сейчас все-таки Оскар зацепили, авик бы подобрать, потому что второй подряд раунд терять АВП не хотелось бы докупать его снова. Гарри, нет, не сработал, Лысый отлично убирает СГшкой оппонента. Слышит, по-моему, Лонг, видит ножку, дает информацию, длина поджимает, это Ангел. Ну и, вероятно, для бомбкерри это конец. Хотя там, конечно, есть авик, но Ангел, конечно, прекрасно слышит. А, Хеллзерг вообще решил унести этот авик, просто выбросить его. Ну и сейчас спокойно от Ангела он должен погибать. Ну, тоже хороший маневр, хорошее решение. Заставляют тратить дополнительные деньги игроков Hellraisers. Хеллзерг даже сам байтит, никого и близкого тут не было. На всякий случай, наверное, выстрелил. Так, где АВП, где АВП, АВП нет, 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 Оскар... Так, выбросил же авик. Не, не, не. Я понял. Все нормально. Авика-то нет. Авика нет, да. Вот обидно. Для Оскара дополнительные траты. Сейчас придется использовать. Ну, посмотрим. Самое главное то, что защита идет. Серия раундов успешная. Ну и Нордовин, вроде бы, пора менять вектор атаки. Но, с другой стороны, в принципе, это уже где-то, возможно, и ожидают ребята из команды Hellraisers. Давайте действительно посмотрим за атакой. И это трое коннектор. Да, тут что-то новенькое готовят ребята. Хотя нет. Ой, Оскар, ну вот тут уже прям переагрессивничал. Hellzerk жестко его наказал. Нужно, наверное, иметь в виду, что против тебя все чаще и чаще будут играть SG, которые, наверное, на любых частях карты с любыми дистанциями очень хороши. Нук ищет размен. Но, как бы, под коннектор не подставится. Очень вовремя он уходит, потому что как раз в этот момент игроки Нордовин выходят из коннектора. Ну, а вот они решили, да, вот уже дефолтно отыграть, спокойненько, используя коннектор, пройти Оскара. Но Оскар еще раньше отлетел. Теперь отлетает и Нук. Здесь один остается Ангел, и он отлетает. Ну, в общем-то, опять же, эффект домино. Упал Оскар, упала вся оборона в раунде. И это, по идее, простейший раунд для Нордовин. И должен быть счет 4-4. Тут нужно думать, как сейвить. Исса отлетел от Тенский, и Ловел уже потихонечку уходит прятать свой калаш. Так, 4-4. Нордовин пока смотрится вполне достойно. Хотя, надо сказать, что конкретно этот раунд они, наверное, выиграли как раз благодаря упомянутому тобой эффекту домино, когда Оскар давал раскидки. Ну, и просто с гранатой в руках, по сути, его забрали. Не случись этого. То есть контролируем яму. Могло быть и по-другому. Ну, и ты знаешь, и Оскар, и все зрители понимают, как важен этот снайпер на оверпассе, который играет на поджим, у которого один игрок в суппорте всего лишь, и чтобы там на Б все было спокойно. Вот таким уверенным снайпером и выигрывается здесь оборона, но если он попадает и вот не подставляется в такие ситуации. Ну, а Оскар, опять же, опытнейший игрок, и я думаю, в следующих раундах он компенсирует то, что сейчас произошло. Да, самое главное, что деньги еще есть. Соответственно, у Hellraiser очень хорошие шансы. Ну, и опять-таки, наверное, вопрос к их атаке, но если учитывать винрейт на оверпассе обе стороны, у них должны быть хороши. Ну, и вот этот момент. То есть Оскар только отбросил гранату. Ну, действительно так, как-то фривольно сыграл, вальяжно немного, да, лениво. То есть бросил гранату, ну, надо вроде как уходить. Там, возможно, Молли как-то не долетел. Я вот не обратил внимания. Можно быть. Ну, что поделать, друзья. 4-4. Нужно браться вновь за защиту Ашером, а то будет беда здесь жесткая по экономике. Нордовин все-таки за счет этого раунда сейчас реально могут вновь вырваться чуть-чуть вперед. Ну, и посмотрим, что предложат норвежцы. Ну, вновь получилось раз. Решили повторить трое коннектор. Один аккуратно ждет поджимов с лонга на детской площадке. Здесь чисто размерами проходят ступеньки. Ну, и нужно следить за Ашером, как он отыграет в этом раунде. Ну, пока посматривает на шары. Его отгоняют флешкой. Кроман пытается перекрыть с другой стороны, но Ашера такими мувами не возьмешь. Очень качественное попадание. Первый фраг от него тут же запирает себя дымом. На всякий случай еще посматривает в пикселек. Пытаются придавить снайпера, но не получилось. Здесь и смог пошел. Ой, какой просвет оставил он себе. И посмотрите, если кто-то будет идти здесь по туннельчику, тут вообще моментальный минус. Ну, и выскакивающих слева он тоже, я думаю, щелкнет. Здесь хорошая реакция по-прежнему. Так, ну сейчас его могут забрать с обоих направлений. Как мы видим, вход на дугу у него пока в слепой зоне. Поэтому нужно быть крайне осторожным. По сути, ему нужно еще один минус дать. Бэмс. Так, видел еще одного игрока. Входит зум, промахивается хеллзерк. Вот это Оскар, вот это батя в здании. И Гэри остается один в четыре. Ну, пятый раунд для хеллрейзерс. Оскар, конечно, если отдал один раунд, то выиграл уже два или три. Что-то в таком духе. Действительно, его снайперская винтовка очень много импакта вносит. Для хеллрейзерс. Я думаю, мы игрока норвежской команды можем называть Гарри. По-моему, Гарри его зовут. Или Харрис. Я вот точно не знаю, как правильно читать. Харри на английском. Нет, Гарри. Ну, опять же, мы не понимаем. Все-таки это же в первую очередь норвежское имя. И может быть, как-то оно специфически зачитывается. Ну, ладно, не суть, друзья. Конечно же, самое главное, что произошло, это великолепный раунд от Оскара, друзья. Просто шикарный. Ну и, ребят, используйте промокод Чикаго на MyKSGOGG, чтобы получить на 30% больше баланса и поднять классных скинов. Об этом попозже чуть больше информации. А пока пуш на Оскара. Ой-ой-ой-ой. Думали, что он не будет играть агрессивно. И Оскар хотя бы один минус все-таки сделал. Но размин устраивает Нордовин. Северный Ветер идет на… Нет, будут все-таки медленный раунд разыгрывать. И решили проверить коннектор, немножечко как-то порасшатывать эту оборону. Дуэт на восток карты в данный момент, наверное, если пойдут через коннектор. Пока, как мы видим, халзерк. А будем шутить про то, что нельзя делать против ветра? Ходить под парусом, наверное. Это заготовочка, заготовочка. Респект. 4 в 4. Ребята действительно уходят под B. Обращаем внимание, что пока там лишь один игрок. Это ловл от халлрайзер стак на A. Ну и тут вовремя нужно понять, куда же дует северный ветер. Не смещать еще одного опорничка. Ну, как мы видим, ИСа уходит. Мы решили захалдеть, да. Ребята просто на шифтах проходят под монстр. Туда уже отлетел Молотов. Возвращается на точку ИСа. На токсике уже находится ловл. Уже идет поджим номер 4 в коннекторе. Это Нук. С ним вместе идет Кирилл. Ну и ребята на 100% понимают то, что... Куда идет атака? Какая неудача там была у ИСы. Но ловл дает минус 2. Нук с англом цепляют. Энский. Кромен. Ну что же, посмотрим. Мистер Фейс Клан. Мистер. Лучший стенд-ин в команде Фейс Клан. После Адрена, конечно. Первого закрывает на шорте. Понимает, где второй. Но здесь можно просто разыгрывать на время. Так, он свапает. Берет в руки СГшку. Ну, Нуке прекрасно это слышал. У Кромена, правда, 26 кп. У Нука есть смок. Он дает его в шорт. Есть диффузы. Ну что же, Кромен флешкой попытается сбить диффуз своему оппоненту. Так, ну у Кромена тут с одной стороны нет выбора, с другой. Ну Кромен рискует, да. Он отоптал, дал флешку. Вот все делал, чтобы Нуке не диффузил, как говорится, как про. Раунд. Вот так внезапно. Эх, вот нужно, конечно, работать по стилистике GV. В такие моменты про не фейкует. Ты садишься и на наглости обезвреживаешь. Да, да, да. Но практика показывает, когда ты там по два, по три фейка начинаешь давать, что-то там мудришь. Такие раунды зачастую ходят твоему сопернику. При том, что здесь-то никто при ситуации один в один не погиб. Классно, классно сыграли норвежцы. Великолепную ситуацию отыграл Кромен. Один в два. Небольшая ошибка, конечно, от Ашеров. Вот первый минус Иса, если бы дал бы, ничего бы этого не произошло. Ему было неудобно стрелять, он решил пересесть. Но вы видели этот эпизод. Это, конечно, серьезная игра от Кромена. Великолепно сработано. Но, по сути, опять же, вы видели, игрок Лерезер смог раздиффузить, если бы тоже рисковал. Конечно, тебе гораздо проще, когда ты прекрасно знаешь, как действует игрок в ситуации один на один. Но это приходит с колоссальным опытом. Размен под монстром. Быстрый выход на точку. И есть, получилось. Да, с равным разменом. Там базу Б под свой контроль Нордовинд взяли. Как мы видим, Ангел смещается со длины. Выбивание все еще потенциально возможно. На ретейк, правда, есть две флешки и дым. Но присутствуют киты. Так что какая-то удачная перестрелка. Ага, но вот эта подсадка уже опасна для Ангела. Сейчас Гарри его просто запушит. Нуки тем временем выпускают через шорт под флешку. К чему Кромен, оказывается, не готов. Но перевести прицел или уйти из-под пика Тенски не вышло. Тут два в два. Ну, Гарри, пожалуйста, пропушил спину. Ну и, бедолага, Оскар один. Тут как бы уже ноги свои унести. Да-да-да, пытается засейвить АВИК. Сейчас попытается уйти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нашивают, но нет. Ушел Оскар. Ну, хоть какие-то неплохие новости для HellRaisers. Вроде бы АВИК можно засейвить. Но это шестой раунд для норвежского коллектива. И ребята пока что неплохо душат на оверпассе. Идут ключевые раунды сейчас, друзья. Если Аширы не возьмут какой-то мега-клатч, там 2К-форс, например, сейчас с АВП, то действительно им будет тяжело во второй половине. Кто его знает, что там Нордовин приготовил в обороне. Если у самих немного не пойдет игра здесь, реально. В Best of One матче можно оказаться где-то в нижней сетке. Но пока матч идет в ровную. Хотя, конечно, по концовке или там по экватору первая половина Нордовин захватили преимущество. И разрыв, наверное, они будут лишь только увеличивать. Но есть какой-то план по использованию АВП. Оскар сохранен на Мавике. И Арморий сейчас в рандбустом его запустили на Монстр. Тенский прекрасно слышит ротацию. За прострелами. Основной костяк Нордовин. Посмотрите, как закрыто они играют под детской площадкой. Все-таки мы помним экономически от HellRaisers на третьем, когда они сделали аж три фрага с сухих пистолетов, по сути. Так что неудивительно, почему Нордовин работают. Ох, как они неудачно перетягиваются. Ребята ищут Оскара. Оскар, кстати, зря ушел, потому что там сейчас к тиммейтам придут и Кисси, и Клоуэль. Они должны давать инфу. Оскар убежал вообще на другой плент. Ай-яй-яй, их сейчас стоял бы он на Монстре по-прежнему. Там на вилке хотя бы шорт длину Монстр контролировал, было бы уже интересно. А так Тенский просто передает привет ребятам. И Оскар возвращается, конечно, но тут просто нужно рубить всех налево и направо. С АВИКа это будет непросто. Ну пойдут ли к нему сейчас? Я имею в виду, есть ли смысл идти на единственный АВИК, если ты можешь сейчас сделать фраг по коннектору, например, и идти в точку АВ. Все-таки там 39-38 секунд еще есть. Оскар. Ну что, решил стрельнуть и отойти. Ну в принципе, как вариант. Но он понимает, что есть Монстры, сейчас на него могут зайти. Опа! Это уже интересно. Шорт пострадает. Ну-ка, возможно, слишком рано пошел. Оскар пошел пушить. Пошел пушить. Молик разгорается. Оскар дает третий фраг. Переводится на четвертого. Последний красный Кроман. 8 хп и 18 секунд у него. Теперь главное добежать до плента как можно быстрее. Хотя даже если Кроман установит бомбу, 8 хп... Кирилл в спине. Да, Кирилл в спине. Оскар идет с кылпы, друзья. Ставится бомба. Но давайте посмотрим, что сделает Кроман в очередном раунде. 1-2. Действительно, 8 хп. Это уже беда. Оскар свечет на АВ. Оскар эйс! Так, который эйс это за турнир? Наверное, третий. Да, вчера мы видели два. И теперь третий в исполнении Оскара. И это как минимум 7-5. Ну, непонятно, конечно. Знаешь, вот я не профессиональный игрок. Мне сложно делать какую-то аналитику. Но почему Нордовин, осознав, где находится АВП в закрытой позиции на Б, просто не перетянулись через коннектор на А там же... Возможно, вычитали, что тратят очень много времени. И что там уже поджали соперники. И, возможно, они форсят, знаешь, вот испугались. Решили, что там на размене просто возьмут Оскара. Но не тут-то было. Оскар их уничтожил. Посмотрите, как великолепно играет снайпер. И самое смешное, что они уже собирались уходить через коннектор на А по итогу. То есть решили, все, нет, не пойдем. Монстра у нас нет. На шорте нас похоронят. Дядя Оскар это уже зачитал, да, и побежал за соперниками. Ну и вот произошло то, о чем мы говорили. Это выигранный раунд Форс с засейвленным АВП. Это просто сверхнеобходимый раунд в этом матче для Хилл Рейзерс. Вот как только нужно было, дядя Оскар собрался очень серьезно. Ну и пока этот игрок, конечно, очень много пользы приносит Хилл Рейзерс на оверпассе. Последние три раунда, в которых все-таки будет как минимум один, два АК в исполнении Нордовинт. Есть два набора гранат, четыре армора. Один из них второй. Тенский скушал только что гранату до 22 хп. Неудачная ситуация произошла под шартом. Может, прострел получил? Ну, по идее, граната. Вероятно, но... Выход на Б. Тут три игрока Хилл Рейзерс. Вот-вот начинается раскидка. Четыре Смока использует Нордовинт в этом раунде. Смок залетает также на Монстр, что, конечно, повысит шансы на эту приемку. Размены гранатами. Ну, надо отметить, что Нордовинт не поскупились в этом раунде. Гранат использовали по максимуму. Молик догорает. Выход на Ангел. Он двоих хоронит сразу. Дальше флешка. Флешка также на ИС. Но Ангел должен и с третьим справляться. Лишь после этого залетает ответка от Рубина. Ну, до бомбы здесь дело и близко не дошло. Одна потеря после трех фрагов. Для Ангела вполне нормально. 7-6. Так. 3 900, 4 300, 4 700. А даже нет. Минимум 3 750 у Кромана. Тоже вот сейчас нужно принять решение, кому покупать, возможно, формилку и гранаты. Пауза, друзья. Ну, скорее всего, тактическая от Нордовинт. Вроде бы с сервером там решили какие-то проблемы. Ребята, может быть, даже его поменяли. Но давайте все-таки поймем, как же пройдут эти последние раунды для Нордовинт. Может быть, докупиться так, чтобы еще и вслед... Ну, нет. Наверное, нет в этом смысла. Очень нужна была бомба установленная. Вот не было вообще никаких экономических проблем. По большей части поставь Нордовинт бомбу каким-то образом. Но, как мы видим, в планетах вроде бы запустили. Но до установленной бомбы дело и близко не дошло. Теперь два МАК-десятых и три девайса, два калаша, одна СГшка. Но все равно пасновато. Еще и там к последнему денег будет мало в случае проигрыша. Ну, вот, может быть, они об этом подумали, там, сэкономили. Вот 2 400, да, плюс то, что осталось. Ну, да, все равно плохо, плохо. Ну, решили, да, разыграть раунд. Два МАК-десятых, которые покупают гранаты. Сам себе Хиллзерк смог закупить. И вот вновь тот самый коронный раунд. Занятие быстрее под шорт. Ого, так что, граната какая-то дикая залетела. Пропуш шорт, но они же выходили, будучи сами хиповыми. Потеряли где-то половину. У лоула стрельба немного не зашла. У Ангела 34 кп. Появляются некоторые шансы у игроков команды Нордовинт. По итогу заход 2 в 2-то получился. Они потеряли 2 первых игроков, у Тенске 1 хп. Но ситуация по хп действительно не за Норвер. Сами хотя Тенске, ой, как он мог сейчас убить соперника. Но нет, Ашеры исправили ситуацию. Ну, кидает минус 3 в этом эпизоде. И последний раунд первой половины пройдет с очень плохой экономикой для Нордовинт. И реальные шансы есть у Ашеры сыграть 9-6 в защите. Ну и там, в принципе, берешь пистолеты и уже финишная прямая. Хотя посмотрим, чем ответит Нордовинт в обороне. Я думаю, ребята так просто сдаваться здесь не собираются. И попытаются выжить максимум из Уверпасса, чтобы пройти уже в БО-3 матче. Ну а нам пока показывали табличку, посвященную Олаф Мейстеру. Не перелезать через ограждение. Олаф уже однажды так перелез. На камбэкс 2-13. Последний раунд. Решили работать на ноге. Игроки Нордовинт зажимают коннектор. Там, правда, есть, насколько я вижу, еще один игрок Хеллрейзер. Ангел, ну вот только вылетает с банка, но успеет ли занять хоть какую-то позицию. Кирилл съел флешку. Казалось, но нет, свой минус дал. Нужно закрываться сейчас в уголочке. Дает Молотов. Как хорошо, что ему сейчас не прилетел сюда Молотов. Какой-то Хеллзер его в Хеллпу запулил. Да, и машина укреплена. Даже если первого забирают, второе, наверное, в секундное тайминговое окно читаться не будет. А вот и выпад от Ангела. Ловл. Очень качественный размен. Кроман 1 в 2. Вообще ситуация не безнадежная. Времени достаточно. Он дает фейк. Пытается накайтить последнего. Но промахивается. Правда, второй пик. Кроман очень уверенно работает. Жестко загонял сейчас испанца здесь за машиной. Ставит бомбу. Ждет уже поджим со спины. Ну и с авиком можно реально сейчас удивить немного ИС. Вот здесь на реакции нужно вообще работать ИС. Моментально уничтожать оппонента в голову. Иначе будет беда. Упал Хеллпу. Так, ну ИС пока потратил гранату. У него, правда, есть еще смоук. Есть киты. И против авика здесь потенциально просто можно сесть и дефьюзить. При удачном стечении обстоятельств давайте посмотрим. Итак, вот он смачок. Фейк. Пытается выкурить Кроман. А вот, собственно говоря, и он. Ну, филигранное выбивание бомбы в исполнении ИСа Мурада. Девятый для Хеллрейзерс. Ну, наверное, вот последний матч, который мы... Мы видели на Оверпассе все-таки очень так бодро заканчивались в плане баланса сторон. 8-7, 9-6. Ну, 10-5 это какой-то максимум. Оскар 16 фрагов. 5 у Рубина. Пока что у опытного игрока Нордовин немножечко не зашла атака. Но, возможно, в защите этот игрок сейчас подсоберется. Итак, давайте посмотрим, что покупают команды в пистолетном раунде. 5 арморов у Нордовин. Здесь все просто. Набор раскида у капитана. Кирилл Карасев, Смоук, две флешки. Три бронежилета. Нет, четвертый докупает все-таки Оскар. Там что-то еще совещались ребята. Нужны ли ему еще Смоки и гранаты. Но, видимо, где-то под один Смок и две флешки будут прорываться. Пока что выход на детскую площадку. Есть уже контакт с Хеллзерком. Двое в коннектор. И там сейчас начнется месиво. Так, здесь два игрока. Конечно, против блоков очень сложно. Либо стреляешь в голову, либо тебя просто загоняют. Вот, как, собственно говоря, сейчас и получилось. Два фрага. Размен. Атенский. Но он пошел пушить дальше, наверное, рассчитывая на хелпо от Кромана, который открывался с противоположной стороны коннектора. По Хеллзерку была информация. Его сейчас вот и контролят. Он еще и не посмотрел на ИСу. Но, хо-хоу! Хороший выстрел. И десятый раунд. Ну, хотелось бы отметить, очень архаично так Нордовин закупились. У них не было ни гранат, ни китов. То есть просто пять арморов, пять юспов. Мало какая команда сейчас так закупается. Ну, да. Но они изначально пошли рубиться, пошли в замес. Поджали там чуть ли не все позиции. Но вы видели... Ну, вот я постоянно говорю, что не всегда есть смысл за защиту вот идти в упор с глоками. И вот мне не очень нравится этот поджим, например, в пистолетном раунде на инферной ямы. Но на оружии его есть смысл делать, а на пистолетке... Ну, чтобы тебя не растягивали по карте, да, там... Тактический смысл есть. Но где-то ты проигрываешь, подходя в упор к глоку. Ты должен... Ну, вы все знаете. Если у тебя нету там голова-голова-голова такого момента, то тебе просто с первой пули подкидывают прицел, и ты уже никого не убиваешь, как обычно. Ну, да. Ну, вот как сейчас и получилось, собственно говоря. То есть будет там P250 хотя бы какой-то. Но по Оскару сейчас попадают. Он продолжал, что самое интересное, стоять против скаута. Да, может, он не увидел, что под него попали так уверенно. Пытался словить свой хэдшот. Хорош. Очень важный момент для Нордовинт на втором раунде. Им сейчас крайне нужно выиграть этот... Ну, теперь уже Ашером нельзя совершать ошибки. Идет перетяжка. Номер 4, номер 5. Это Гарри, это Кроман уже. Здесь на планете. 5-7 плюс Диггл подошли. Правда, отлетает Хеллзерк. Иса. Важный минус. Прочекал угол. Ну и поджим со спины. Мы понимаем, здесь уже все очень серьезно. Там даже двойной поджим. Ну иса слушает. Не помогает вообще нисколько. Тенский перво закрывает. Нуки в размене. И вот он Рубина. По-прежнему два игрока в спине. Ангел отчаянное сопротивление. У него маг десятый. Должен работать калаш от ловала. И он работает. По-тенски должна быть инфа. Ночь просто под него открывается. Однако размен от испанца 11-6. И пусть со скрипом, конечно, с потерей четверых игроков, но Хеллзерк справляется и с этим. Дальше выход на двукратный перевес. То есть на разрыв в 6 раундов. Что для Хеллзерк очень хорошо. Сильная попытка была у Нордовинт. Возможно, где-то вот как раз и могли выиграть этот раунд, ребята. Но чуть-чуть не повезло. 11-6. Полный экономический. Возможно, Ашера сейчас просто прорашит монстр. Такое тоже может произойти. Хотя давайте посмотрим, что произойдет на деле. Нет никакой аркады монстра. Молотов на шорт. Аркада мид от команды Нордовинт. Ну и стенка на стенку на фонтане. Или нет? Ну, Нордовинт ждут. Скорее, какое-то укрепление. Но, как мы видим, Хеллзерк просто бегут на длину. Ну, окей, тем временем. Вроде бы справляется. Дальше влетают размены. Ну, как для экономического уже неплохо. Притом, что 21-20 хп у последних игроков ИСа. Но вот ИСа-то как раз был фуловый. Он ввязался в перестрелку с Хеллзерком. Выиграл ее. Тем самым не дал подставиться двум своим красным тиммейтам. Ну, и две потери. В принципе, нормально. Двойное преимущество, друзья. По раундам уже у команды Хеллрайзер. Четыре раунда до победы. Опять же, в этом групповом этапе первые матчи. Еще раз напомню, идут в формате Best of One. Ну, и дальше мы ждем Виндиго. И ребята с команды Force. Посмотрим, что это будет. Также игра на одной карте. Очень напряженные всегда такие матчи. И совершаешь чуть больше ошибок, конечно же. Моментально теряешь все шансы на победу через фонтан. Три игрока атаки. Один подшорт. Сейчас его здесь могут забрать. Так. Ну, как-то не могут тут разойтись. Ну что, миром или нет? Кроман нашивает. Но патроны заканчиваются. И вот, по-моему, лишь только это спасает ИСу. Потому что пространство было крайне закрыто. И, скорее всего, он бы получил очередь. Ну, не знаю, как никто не погиб вообще там, на болоте. Хотя погибает Оскар. Открывается на длину. Чересчур просто. Есть отстрел. Тенский выходит вторым номером. Ну да, там более какие-то ближние позиции ожидали. Хелл Рейзерс. А вот обычная подсадочка как-то... Очень уверенно сработала в этом эпизоде. 4 в 5. Также 42 хп незабываемо остается у ИСы. Ну и Ашеры перетягиваются на Бэплэнд. Есть там игрок в коннекторе. Это ловел. Был игрок под монстром ИСом. С самого начала раунда. Ну и теперь, конечно, здесь нужно ловелу, нуку, как-то вот пробивать точку. А это будет очень сложно. Три игрока здесь находятся. Еще и Молотов прилетел. А что по гранатам? Ой, там смоков куча на руках. Это номер 1, 2, 3. Ну и прямолинейный выход через монстр под флешку. Врывается Крома. На размены, конечно, полностью Нордовинд устраивают. Что дальше? Здесь и Гарри справляется. Ангел разменивает. Будет ли второй килл? Нет. Как не повезло ловелу. И Ангел также отлетается в ВП. Ну что же. Нордовинд берут раунд. Опять же, за счет энтрики лам. Доиграли раунд в большинстве парней. Причем сделали это очень качественно. Ну, у HellRaisers давайте посмотрим, какие планы вообще на эту игру, на эту атаку. Ну, 2К нужно играть тут. Да и 2К будет не у всех Оскара. Всего 2К, как мы видим. 2.400 у ИСа. Пистолет докупает Ангел. Это Дигл. В 250 докупает ловел. Ну, наверное, будет дропать снайперскую винтовку в следующем раунде. Либо он, либо Нуке, у которого 4.500 сейчас. Ну, все-таки Оскару снайперская винтовка понадобится. Друзья, вы видели коэффициенты. Или мне показалось? Какие были? Не видел. Можно еще раз? А можно коэффициенты? Да, я как-то перевел так взгляд. Вот, вот, спасибо. 7.81 дает замечательный сайт GGBet. Партнер этой трансляции на... Ага, 5.71 на команду Nordovind. И 1.11 на HellRaisers. Ну, наверное, по такому разрыву. Хотя надо понимать, что Ашер, скорее всего, текущий раунд проиграет. 8.12 плюс защита от Nordovind. Знаешь, скорее всего, Оскар сказал, отдайте мне авик, я сейчас там вскрую. Я сейчас все сделаю. Я пойду этого HellRaisers поймаю. Он с глака просто двоих разбил. Вот это, да, подбирает снайперскую винтовку. Иса выходит в спину. Очень нужен был этот фраг, но Кромен на каких-то... Просто трех хп остался в живых. Разворотом забирает Ису. Нету меньшинства. Может быть, стоило просто подойти в упор вот так этому в висок навесить, нажать на кнопку. Казалось, чуть-чуть поспешил. Вау. Хотя можно было просто в голову попасть, конечно же. Да, шеры. Как они берут этот раунд? Это просто развал. Дядя Оскар даже в следующем раунде авик не понадобится, потому что он добыл его прямо здесь и сейчас. Минус три от Оскара. Уже за 20, наверное, вышел снайпер HellRaisers давненько. Вероятнее всего. Я не знаю, когда ты просто с Глаком заходишь и делаешь два фрага, у тебя эко, у тебя вообще не было денег, ты с Глаком. Это Оскар. Ох, беда. Ну, беда для Норда Винта, да точно. Им сейчас сливать, 14-е отдавать. Ну и дальше все. Дальше, если ты не берешь следующую оружейку, просто ГГшка в матче. Ну и, к сожалению, особо много раундов ты здесь не заработал. Калашеры, конечно, выиграли сумасшедший раунд только что. Оскар с парнями красавчик. Гарри немного подгорел, Тенский. Ну что же, идут работать против Нука. Ну, Нук выходит кулпану тиммейтам. Хороший спрей. При этом закрывает двери. Тоже очень грамотный маневр. Здесь Ангел принимает его, разменивая Тенский. Но тот один, и сейчас Нук спокойно должен его забрать. Посмотрите, четыре патрона было в Калаше, и это становится очень серьезной проблемой. В счастье, успех Фрайберга не удалось повторить. Тенский разносит так двоих. Третий выходит, и Таиса на уверенности работает. А где же АВП? Вот он. Ну, конечно, четыре патрона. И ты не берешь пистолет, просто стоишь. Я убью, я убью. Так, смотрим на статистику. Действительно, 21 даже фраг у Оскара на текущий момент. Ну, в принципе, довольно сбалансированная ситуация по киллам у команды HellRaisers. Ну, а Рубина нет на карте по-прежнему. Пять фрагов сделал этот игрок в первой половине. Вроде бы. Ну, и далеко не ушел. Ну, да, шесть у него. Всего по итогу. Это не очень хорошо. Но оно и видно все-таки, когда ты там экономически проигрываешь или что-то в таком духе тяжело. А в какой-то момент Нордовинт могли бы захватить преимущество. Но сейчас шансы вернуться все еще есть. Хелзерк, Гарри. Ну, два килла. Казалось, Лоуэлл сам мог дать минус, но все-таки перестрелял его Гарри и большинство есть. У Нордовинт, причем такое солидное, забирают Оскара. Правда, Нука еще бьется вместе с Исой. Два в три. Но, тем не менее, непростая ситуация. Это если сейчас Хелзерк щелкнет. Но он не попадает. 13 хп. Здесь одна пулька нужна по нему. Ну и вот Нука ее дает. Ну что, осталось пройти вот эту позицию Рубина, которую он занял под шортом. Есть размен. А Тэнский, ну, если его чем запереть, нет. У Иса в арсенале только Хаешка. Он дает фейк, по-моему, по установке бомбы. И контролит и девятку, и на всякий случай Хелпу. Тэнский не открывается, работает крайне закрыто. Ну, если еще полно времени, потенциально может вообще уйти с этой позиции. Пытается дернуть Тэнский, но на опыте, на опыте работает Тэнский. А вот и Хаешка. И здесь Тэнский переиграл. Да, отошел подальше, чтобы уйти на всякий случай. И вот теперь после установки бомбы берет инициативу в свои руки и спокойно переигрывает Ису. Хотя, как, 12 хп у него осталось. Но победитель есть победитель. В любом случае, очень красиво сыграл. Не повелся на, по-моему, даже два фейка от Иса. Не подставился под Хаешку. Вот что было так важно, да? То есть встань он поближе, Хаешка залетела, снесла бы ему 20. И он вот сейчас остался на 12 хп. Там бы погиб, а 15-й был бы для Халл Рейзерс. Опыт решает 14-8. Мне кажется, если бы Ису Зум включил, он бы тоже мог сделать этот фраг поувереннее. Вполне возможно. Вот бывает такой момент, если СГшка четко не ставит. Ну, ладно. Хотя, да, такое вот дело случаем. Но как раз этот случай за команду Nordavind. В принципе, ребятам нужно не так много сейчас. Нужно выбить разочек Девайса из Халл Рейзерс. Это еще один экономический. Это 14-10. А там можно и зацепиться все-таки за последние раунды и навязать борьбу. Но посмотрим, что будут предлагать Ашеры. Пока больше раунд вновь на информацию. Очень аккуратно там играют на фонтане. Аккуратно работает ловл здесь в коннекторе. Очень так же спокойно действует Иса. Хотя нет, Иса вот как раз пошел чекать в районе монстра. Здесь только что закончился смок. Ну, Иса пока что ждет. Длина тем временем проходит с Халл Рейзерс. Халл Зерк! Ну, что интересно, в зум он вошел первым. Оскара, однако, так просто не перестрелять. Вообще, конечно, классовый разрыв между снайперами немного разный. Здесь Иса везет. Шикарная флешка на позицию Тенски. Ну, по всем фронтам разнос. Это Ашер, друзья. Теперь главное вот все-таки спокойно закончить его. Вот что и делает команда. Захалдили просто парни. Вот, вот, зумчик. Как работает от Исы. У Гарри просто не было никаких шансов. И вот он, Рубина. Со своей шестерочкой фрагов. То есть, ну, вряд ли команда Нордовинд верит в то, что сейчас этот парень просто возьмет и развалит суперклач. 15-8. Халл Рейзерс. Неправда, большие фавориты. Тем более, гляньте-ка на деньги. Нордовинд 2-600, 3-300. Это максимальная сумма у Рубина. Но выбора нет. Да, как мы видим, у Халл Рейзерс отлично пошла атака. И, по всей видимости, наверное, сейчас я посмотрю точно, но, возможно, после этой победы на оверпассе их винрейт перевалит за 90%. Так, друзья. А я напомню, что на майк АСГОУ.GG каждую неделю выходят новые кейсы и скидки. Заходите как можно скорее, друзья. С промокодом Чикаго получите на 30% больше при пополнении баланса. У нас уже контакт. Оскару прилетело. Халлзерк со скаутом. Неплохо поработал. Но, опять же, вы понимаете, какой сложный бай у ребят из Нордовинд. Размен. Неплохо забрали один девайс у ИСы. Отрезали закрывающего игрока. Можно ему дать на оверпассе отдельное название. Человек-монстр. Или что-то типа того. Так, ну а Человек-шорт сыграет. Мистер Кроман не пошел, конечно, давить. Оттянулся. Оскар 30 хп. Будет работать против длины. Но тоже осторожно. Халлзерк на скауте. Но надо понимать, что Оскар 30 хп, так что попадание для него будет фатальным. Но Оскар не играет в отрыве от команды. Смещается сейчас к бомб-кэрри. Под-то спаун. Пока все неплохо. Но, я думаю, в последний момент Нордовинд полетит на точку. И попытается еще успеть на этом заходе. Но мы видим, что неплохо там разводит Кирилл. Дает смоук. Закрывает Клпу. Пошла флешка. И вот-вот начнется атака на Кромана. Можно его включать и смотреть, как он будет принимать сейчас этот плент. Ну, с подсадкой вообще подобного рода хеллрейзер должны справляться. Вот, как мы видим, смоук залетает. Выхода через шорт не будет. Там находится Ангел, но он в роли люркера. Так что пока от Кромана не подставляются. Очень грамотно работают. То есть просто смоук и все. Кроман ничего поделать не может. Причел Тенский с фармилкой в девятку, по-моему. Даже спрыгнул в воду сейчас. Этот пропрыг, по идее, слышали ребята даже? Он просто врываться решил. О, какой кроссовчик! И Нука едва не перестрелял. 22 хп у него. Чем, конечно, Рубина пользуется. Теперь большинство и красный Оскар. Жесть. Да. Кирилл пришел на помощь. Он хотел закрывать там спину. Соперников не получилось. И ой-ой-ой-ой-ой, какая сложнейшая ситуация. Смоук еще один в плен. Будет диффуз-бомба. Слышит, это Кирилл. Нашивает. Ну, точно нашьет. Здесь без шансов. От Карасева. Всем карася в чад, друзья. Ну и китов-то нет. 7-6-5. Тут уже можно резать. Хотя нет. Ангел все-таки вместе с Оскаром забирает его с калаша. 16-8. Легкая победа для Hellraiser. Хотя по первой половине казалось, что все может быть и получше. То есть при счете 6-5 ЭКО с одним АВИКом был у господина Оскара. И тот раунд должны были забирать себе игроки команды Nordavind. Но мы помним, Эйс от Оскара. Который после него, наверное, шансов уже именно, если судить по игре, не было никаких. Ну, вот знаешь, чувствовалась разница в классе все-таки в этом матче. А Шеры все равно было видно на голову сильнее. Друзья, послушаем совсем скоро аналитиков. Вот согласны они с нами или нет. Ребята собираются. Ну и, как всегда, традиционно после небольшой паузы Толянда-Астросклады. Как тебе матч? Ну, хороший мог бы получиться. Не случись, опять-таки, красочного эйса от Оскара. То есть Nordavind реально могли бы брать и побольше раундов. Да и мы помним во второй половине, то есть тоже Оскар с Авиком. То есть он два фрага с Глоком дал, потом подобрал Авик, забрал там третьего, по-моему, четвертого. Ну, реально просто защитил установленную бомбу. По статистике видно, что сработала на самом деле команда. Очень ровно идут фраги, там 22-22, 21, там что-то 18-19. Да, я что имею в виду? Ключевые такие переломные раунды, они как раз были взяты Оскаром. Вот эти два, особенно на Эко, они похоронили команду Nordavind. Хотя, надо сказать, что сражались недостойно. Ну и плюс ко всему сильнейшая карта. Вот на начало, я немного ошибся, там не 7, а 6 было оверпассов. И 5 из них HellRaisers подряд выиграли. Это для них уже будет 6-й, получается, выигранный 7. Они сыграли всего, ну, где-то к 90% приблизится их винрейт. Но мы передаем слово нашей студии-аналитике. И, конечно же, поздравляем, во-первых, HellRaisers с победой. Во-вторых, дожидаемся матча Виндиго против Force. Ребят, вам слово.